всем привет друзья знающие люди говорят что боевые искусства это вам не спорт ха-ха-ха это для противостояния нескольким противником для того чтобы реально побеждать для убийства и все такое прочее да конечно я не спорю друзья боевые искусства были задуманы как артов киллинг это все понятно были так задуманы и именно такую концепцию не должны обязательно сохранить почему бы и нет но только почему-то многие считают что вот само понимание этого уже делает тех кто занимается боевыми искусствами такими вот значит опасными что они реально там вот артов кинг знаете вот они спортом не занимаются говорят себе мы занимаемся традиционными боевыми искусствами и поэтому мы занимаемся тем что артов кинг это откуда приходит такое понимание в каком они месте применили этот артов киллинг как они поняли что так она есть как-то у них вообще дело получается второй момент это было придумано там для того чтобы можно было реально противостоять нескольким противникам нормальный ход то есть друзья вот оцените всю комичность и ситуации то есть традиционщик который не вылезает из зала со своими коллегами с андро чатких он целыми днями я ничего не имею против кихона я сам постоянно делаю вот но значит больше ничем не занимается то есть вот у него такая практика вот значит не выступает на соревнованиях не проводит свободных спаррингов ничего этого и в реалиях когда доходит дело до столкновения такого ну до соревнований предположим в ммэй не может победить одного противника а тут вот сразу он как-то будет о том зато я занимаюсь традиционным боевым искусством чтобы можно было победить нескольких то есть в итоге он 1 вот победить не может а вот нескольких сразу на улице может он победить вот но она тоже спорт скажите в спорте совсем другое ну представьте ребят другую ситуацию а вдруг вот такой вот мастер традиционного боевого там искусства встречается с таким же мастером только ммэй на улице вот так получилось встретились они на улице не на татами не спортивном зале не в клетке а на улице вот прям реаль а еще оказывается что и не с одним ему пришлось встретиться а с несколькими и оказывается с несколькими 3 ему были ну удобней что ли получается то есть несколькими проще потому что изначально тоже было придумано для противостояния нескольким противникам в партере валяться там типа нельзя не незачем мы просто переходим от одного значит оппонента к другому ловко втыкая одному в челюсть другому в пузо третьему еще куда-то то есть побеждаем одного за другим всех на только вот получается что когда это в клетке или на татами там одного победить не можем а на улице почему-то побеждаем целую кучу мы кого себе представляем на улице друзья мы представляемся сам стаи кулахов или детей как в том анекдоте мама я в школе всех сегодня побил это потому что я такой сильный нет потому что декор школы понимаете вот это вот так может выглядеть да там вот так и выглядит очень часто надо какой-то гуру со своими там учениками демонстрирует как он их тучами раскидывать направо-налево особенно горешат этим всякие бесконтактники и там икидоки тоже они часто демонстрировать любят когда там один бежит другой все падают отлетают там вот и в итоге побеждает мастер хренову тучу противников а вот на самом деле так это как не работает я говорю вот еще раз игру просто представьте на секунду ситуацию что это не не дети на улице будут предположим будет один мастер ммм мастер спорта лучше мастер спорт международного класса сумеет он в партер перевести нет как думаете ну ладно хорошо вы такой опытный вы скажете нет меня не переведет я тоже мастер международного класса ладно если их четверо четверо бойцов ммм и против вот это выжгать что с несколькими противниками то лучше то есть традиционное искусство боевое было придумано против нескольких вот вам несколько мастеров ммм вам удобнее будет побеждать изначально для этого придумано я уже воду в ступе толку вывод просто об этом счет никто не задумывается потому что когда возникает аргументация вот эти все самбо там дзюдо это все спорт банкратион это все спорт чем про панкратион бы я вообще бы ничего не говорил на месте тех традиционными занимается вещами панкратион уж куда традиционнее вещь то самое древнее можно сказать искусство боевое вот не самая работоспособность зарекомендовавшие себя в тысячелетиях уже можно сказать вот и которая применялась как раз и которая была как раз артов килинг потому что очень часто когда панкратион на олимпийских играх были по панкратиону то там на первых играх когда еще сам судейства не было никакого и там просто создаться должен был доповережный противник то из гордости не сдавались и в итоге погибали там как правило практически чуть ли не каждый второй в этот поединок если не каждый первый там от проигравший погибал понимаете конечно где же это не артов килинг-то ядрен батон а скажете что против нескольких противников эти работ так вот я вам скажу друзья против нескольких противников ни одно боевое искусство не работает либо наоборот любое единоборство и любое боевое искусство работает против нескольких противников которые классом намного ниже против лохов работы если противники высокого класса ни одно боевое искусство не ни одно единоборство не работает это гарантию даю вам на 200 процентов абсолютно семеро зайцев самки слона пинают понимаете это возможно опять же возможно там где цена ошибки чрезвычайно велика предположим при работе с этом холодным оружием клинком таким как меч например да это я говорю что если несколько противников они высокого класса они все равно зарубят того кто им противостоит и в одиночку но там понимаете там буквально достаточно подсечь противник уже теряет свои боеспособность еще более четко это проявляется в стрельбе прикладной тоже будет оружие нам тоже попал все и строй противника вывел и там один реально может противостоять нескольким вооруженным точно так же но это не значит обладающий таким же мастерством условно говоря понимаете идею да а ударной техники оружием реально в этом ударным таким что там ударил в любую часть самки тела и если попал то поразил сейчас не обладает никто в общем-то практически тех это мастеров единицы это те кто долбит на макеваре сутки до фанаты макевары именно макевары прежде всего потому что есть конечно люди которые потом по камням херачат там целыми днями у них там руки это мама залил и там вообще ими камни разбивают и все такое прочее но знаете это просто ну култышки до которые к ударной техники имеют отношение мало какое то есть это все равно что абсолютному лоху дать молоток да он конечно станет опасен если попадет на вероятность этого крайне незначительная то есть из-под тяжка до запросто а так довольно сложно вот надо еще молотками этим учиться пользоваться то есть и бить реально хорошо видели например соревнование этом лесорубов да когда они там пятью там ударами топора рассекают огромный ствол вот дать точно такой же топор или даже лучше тому кто не умеет это делать и он такой ствол не рассечет понимаете идею да вот тоже самое когда хотя конечно топором запросто зарубит там кого или в конце концов он дерево перерубит вот также если человеку не подготовлен не бойцу закалить ему хорошо руки он в итоге конечно по башке если попадет то он конечно голову сломает оппоненту своему вопрос в том что какова вероятность что у него это получится вероятность есть панчер всегда имеет шанс да всегда то есть если он может сами попасть но гораздо быстрее попадет он что умеет да по это попадать и бал того и не просто попадать он умеет еще и хорошо бить так вот умение бить то есть не просто иметь с когда к оружия еще и бить хорошо этим оружием ставить только макевара все не один снаряд другой не стать не мешок ничего такого удара не ставит мешок много чего другого ставит что ставить чувство дистанции а чувство прихода на мишень но чувство контакта чувство сопротивления мишень он такое он правильно не ставит назначить совершенно более того он не укрепляет в правильном аспекте суставы связки потому что для того чтобы это произошло сила сопротивления снаряда должна пропорционально возрастать силе давления на него то есть точно так же должны быть упругие свойства у мешков упругих свойств нет у него и если есть упругость какая-то то в самом начале в самой начальной фазе можно мешок конечно создать по типу пружины вот нормальными упругими свойствами обладает обрезиненный вал в некоторых боксерских залах можно видеть такие мешки это не мешки а это обрезиненный вал сам снятым с кого-то металлического это вальца с какого-то текстильного производства или какой-то прокат или конвейера какого-то и вот это вот оболочка резиновая нависит вот она как раз обладает упругими свойствами такими примерно которыми надо вот это работает да но лучше работает стану макевара ну вот обрезиненный вал чем хорошего может осторожно обойти вокруг свои плюсы есть ну так вот к чему бишь я начал за за здравие за упокой заканчивают на самом деле еще и не заканчиваю и все это взаимосвязано крайне то что говорю короче говоря цена значит ошибки в современных боевых искусствах и в ортодоксальных и всяких она намного ниже чем при работе с оружием и поэтому конечно если противников несколько и они динамично работают нету гарантии что если я не высокого класса что вы первым же там ударом противника поразите вы даже можете по нему попасть он только кашлянет а их несколько поэтому если у вас такого удара нет и вы не супер пупер мастер или они не супер пупер лохи то нет шансов никаких победить нескольких оппонентов это оставьте для кино друзьям оставьте для кино я говорю побеждает нескольких человек один только тогда когда он действует либо и есть варианты крайне неожиданно и сразу этом успевает быстро пока они не сообразили положить одного двух трех потом разорвать дистанцию и выстроиться и выстроить все таким образом чтобы начать самоработать с ними как с одним то есть отбегать отбегать в итоге его догоняют они по очереди он с каждым по очереди вступает в какое-то короткое взаимодействие либо побеждает либо нет нам рассказываю обычную банальную тактическую схему работы с несколькими противниками которая который должен знать каждый каждый кто занимается единоборствами это естественная вещь абсолютно вот либо они просто галимые лошары и все вот тогда ты можно победить если противники знают что они делают или и с каком-то ограничено пространство шансов победить никаких нет поэтому когда говорят что боевые искусства были придуманы против того чтобы действовать против нескольких противников да не были они придуманы таким скажу даже больше есть описание довольно точные и которые приведены не в художественном таком в художественно-публицистического писательной такой форме в книге дольна попова кэмп традиции воинских искусств что эти пресловутые боевые искусства востока как мы называем до восточные боевые но единоборства и искусства боевые они были так устроены что даже самураи во время боев друг против друга когда кланы воевали там и все так то они как устраивались то есть все поле боя она превращалась в большое количество парных таких вот узанки турниров то есть каждый выбирал оппонента себе там представлялся я такой-то дам дунька бакланов из клана даунов будь вызываю там такого такого-то на бой вот тот говорит а я такой-то такой-то из такого такого-то ну там принимаю все такое и вот они дрались и на выбывание понимаете и когда в свое время так называемые монгол татары на это дело напали все и шоке были вообще японцы просто в шоке как это херня такая может быть когда там это буном налетают и топчут конями и все это варварство какой так вот веке боевое искусство и изначально если оно претендует на слово которое вот так и называется искусство искусство оно как раз и превращается что-то искусство которое влечет за собой кучу этических аспектов которые не дают действовать самым эффективным методом который только может быть районе то что ты искусство вот вот накладывают отпечаток какую яхту назовете так она и поплывет и не знаю называлась ли это там искусствами тогда в те времена ну зюцу да искусство видимо называлась а теперь это наложило еще более сильный отпечаток потому что без вот такой вот морально-этической составляющей боевые искусства себе не представляет ни один ортодоксальный адепт и когда конечно говорят там для убийства создана против массы бойцов работаем нифига это ничего не работает все друзья забудьте ерунду вы наговорили вы на самом деле любые боевые искусства любые единоборства работают хорошо реально имеют право на жизнь когда рассматриваются как поединок с одним вот оппонентом то есть один против одного то что это может работать против нескольких это понимаете это может может если мы рассматриваем бой с несколькими противниками как последовательность поединков с каждым в отдельности то есть там все выстраивается каким образом я еще раз говорю что настоящий мастер который может действительно противодействовать нескольким которые классом ниже он действует таким образом он действует так чтобы они не могли действовать против него одновременно. Вот и все. Если у него это получается, то есть класса его и мастерства достаточно, чтобы это произошло, ну вот он имеет какой-то шанс. Если против него бойцы высокого класса, они не позволят ему это сделать. Вот и все. В итоге он не реализует эту вещь. Не получится у него. Вот и все. Представьте, что воинским искусством же, опять же, боевым искусством является стрельба из лука. Кто рассматривает стрельбу из лука как противодействие многим противникам. Каждый отдельный момент можно поразить одного противника, понимаете? Ну, по идее-то. То есть стреляем в одного, потом в другого. Кто-то умеет стрелять быстро. В итоге, когда на него бегут несколько человек, пока они к нему подбегут, он успеет их всех перестрелять. Если он за 3 секунды может выпустить 4 стрелы, условно говоря. Так быстро. Может, такие есть мастера, которые так делают, да, у них не получается. Но в итоге-то все равно каждая стрела противодействует одному противнику. Каждый конкретный момент он занимается лишь одним. У него как выглядит? Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертый им мерещится. Вот так вот. Поэтому, на самом деле, спорт является самым настоящим боевым искусством. Опять же, ну, топонирует в чем? О том, что в спорте отсутствуют наиболее эффективные приемы. Ребят, они отсутствуют не в спорте. Понимаете, вот почему-то те адепты традиционных искусств, которые считают, что единоборство современное это спорт, они почему-то считают, что спорт это вот типа соревнования и только набор правил. Им почему-то в голову вообще не доходит, что те люди, которые занимаются, которые выступают на соревнованиях, они не только соревновательной практикой занимаются. Понимаете? Вот я приведу во пример себя. Я занимаюсь всеми практиками. Я занимаюсь копа, капа, тамешивари. То есть я укрепляю тело, руки, ноги, работаю на макеваре, занимаюсь борьбой, занимаюсь ммэй, занимаюсь каратэ. И если я выступаю на соревнованиях по каратэ в рамках правил каратэ, это не значит, что я не умею ничего другого делать. Понимаете? Я делаю ката, я прекрасно представляю, как бункай из всех элементов и знаю, как эти элементы не просто знаю, а умею это применять так, как это делают адепты традиционщики. То есть практики, тренировки в традиционных боевых искусств мне не чуждо, я это все умею делать. Только кроме всего этого прочего, я еще могу и выступить на соревнованиях. Так вот, я вам открою сам не секрет, господа традиционщики, которые не выступают на соревнованиях, что те, кто выступает на соревнованиях, спортсмены, многие, очень многие умеют делать все то же самое, что умеет делать вы. Только они это умеют делать, а вы не умеете делать то, что делают они. А именно, в свободном спарринге легко доставать противника теми приемами, которые вы разучиваете просто в варианте кихон. Вот в этом и разница. И поэтому ваше вот вот это бравирование тем, что мы занимаемся самки традицией, а потому опасно, смертельно, ничем не подкрепляется. Оно может подкрепиться только тем, когда вы реально можете доказать каким-то образом, что вы действительно до противника сможете хотя бы дотянуться. Особенно не до лошары на улице, я говорю, а на той же самой улице, но до противника, который прекрасно в этом разбирается. Спортсмен, например, тот же самый, хороший боксер, хороший каратэко, бесконтактник, который ВКФ занимается, да. Ну вот и все. Вот если сможете дотянуться до него кулаком, я поверю, что вы сможете дотянуться до него и пальцем в глаз. А если не сможете дотянуться, значит бесполезны все ваши знания. Сможете ударить его ногой в живот Майгере, вниз живота, дотянуться до него? Я поверю, что вы сможете ему так же и в пах ногой зарезать. Не сможете, не поверю, понимаете. А то, что я вам скажу больше, можно ну и чего ты застрял тут. Можно вернее, не то, что можно, любой чистый спортсмен высокого класса, экстра класса, мгновенно научится делать все, что делаете, что делают себе традиционщики. А вот традиционщику, чтобы научиться действовать так же эффективно, как действует спортсмен, нужно заниматься долгие-долгие годы. А спортсмен быстро научится делать. И кихон, и кихон, и пон, кумите, гахон, кумите, санбон, и джуипон, кумите, и ката будут лучше делать, они делают очень часто лучше ката. и внесет в нее всю вот эту вот духовную составляющую своих прижеланий. А то, как можно часто видеть, какой-нибудь криворукий, кривоногий делает сам ката так, что просто ну, тошнит глядеть, как это делается все. Вот. Но зато потом говорит, ну и что это, это не спортивный вариант исполнения. Да, криво делаю, но зато какое наполнение, какое наполнение, какое, блять, наполнение. Это, вы знаете, это пипец, бежит бегун. Один бегун бежит, блин, эффективно, он бежит быстро и чемпион. Почему? Потому что у него прекрасная техника бега. Вообще. А другой бежит криво там, не знаю, ужасно вообще. Ну и что, ничего страшного. Зато вы посмотрите, какое наполнение. Ну, пусть оно не так работает хорошо, да, не так быстро там, но наполнение-то какое. Понимаете, вот это вот, все вот отсюда берется. Не занимайтесь самообманом, понимаете. Потому что, да хрен бы с теми, кто самообманом занимается. Если вы для себя занимаетесь и обманываетесь, ради бога, дальше. Но ведь вот абсолютное же большинство тех, кто самообманом занимается, они же не только себя обманывают. они же, как правило, со временем становятся руководителями клубов, тренерами. И вот это втюхивают там детям, вот это вот все, не знаю, девочкам, мальчикам, которые там уверуются со временем, что они вот прямо реально вот супер-пупер. Я много таких видел. И когда мне говорят, а знаете что, вот вашего брата спортсмена точно так же бьют на улице, как вот обычных это самое, занимаясь каратэ, или там боксом, или там ММА, все равно бьют точно так же. Да не так же, блин, ребят, вы что, совсем упали с дуба, что ли? Вы что, хотите сказать, что человека, который на диване пиво лопает целыми днями, и человека, который пиво лопает дома целыми днями, и тот, который в зале пашет целыми днями, это не так легко, но тогда ледь на улице, ребят, у меня только матерные слова по этому поводу есть. Я могу сказать, что тем, кто так говорит, что вы ебанулись просто, понимаете, вот по-другому никак не скажешь больше. Да нет, конечно, особенно если это будет поединок один на один. Если хулиган там нападает, на спортсмена и хулиган нападает на лоха-ботана, который, блин, ничего тяжелее там авторучки не поднимал, или на какой-нибудь телепузик, который жирными пальцами с чипсами дрочит перед экраном целыми днями, но ты пиво лопаешь. Нет, нет, и даже если несколько противников будет, то спортсмен имеет больше шансов, по крайней мере, уйти по добру, по здорову. Мы это в детстве называли, скажем так, отмахаться. Я скажу вам больше, посмотрите на детей, давайте про взрослых не будем говорить, давайте про детей скажем. Дети, которые занимаются спортом, их гораздо труднее в школе побить их сверстникам, даже хулиганам. Да это и в мое время так было. Ребята, которые занимались самбо и боксом, хулиганы им ничего сделать не могли в принципе вообще. Хулиганы их боялись как огня, потому что сколько случаев таких было и со мной, и с разными другими ребятами. Я как сейчас помню, одного, я занимался боксом, занимался каратэ, а на парижке у нас занимался самбо один. Я прекрасно помню, как он батарею бросил один раз через бедро одного из хулиганов наших. Так тот, блин, еле домой с каком-то уполз. Ну, правда, сейчас, в наше время сразу бы на парижке этого хулигана заявили бы в милицию, разборки и все такое. У меня с сыном такая ситуация была. Мой сын вступился за девушку, накиянил одному дятлу по рогам, что он еще пацаненком был. Его сразу поставили на учет в детскую комнату милиции. Ну, благо, что инспектор детской комнаты милиции, женщина была такая, что она разобралась в этой ситуации и на учет в итоге поставил обоих и моего, и того, кому он в парагану стучал. Вот. Так вот, а сын у меня просто занимался. Я его тренировал. Понимаете, вот так это работает. А то, что могут подрезать ножом любого на улице, так это понятно. и по башке могут любому дать из-под тяжка, это тоже понятно. Только вот те, кто это говорит, мы-то, главное на улице это настрой и дух там, у спортсменов, друзья мои, настрой и дух зачастую гораздо больше и лучше, чем у любого другого, кто в таких ситуациях не бывал. Вот я вам хочу сказать, что те, кто не разбирается в ситуации и говорит, главное на улице иметь намерение и уверенность действовать эффективно. Блин, друзья, а вот вы попробуйте, например, я просто таких людей кучу увидел, выступить на публике, подготовить какой-нибудь доклад и выступить на публике. У многих очко жим-жим оказывается страх публичных выступлений, он второй по силе после страха смерти. Это доказано. И точно так же тот, кто не был на улице в экстремальной ситуации, когда выплескивается адреналин и не умеет это подавлять или направлять должным образом куда надо, он не сможет использовать этот выплеск адреналина так, как надо. А спортсмен может, понимаете, у него это так часто бывало и бывает, что он умеет эту ситуацию преодолевать. Понимаете? Спортсмены, они все равно лучше подготовлены, чем те, кто не спортсмены. Даже если человек в зале целыми днями там катаной машет или целыми днями делает какие-то ката, кихоны, если он не взаимодействует с противником в свободном поединке и с разными противниками, не только со своим и своей же клуба, а с самыми разными, не будет у него вот этого вот чувства, не научится он не преодолевать волнение, ничего. спортсмен умеет, он умеет в толпе действовать, когда кругом куча зрителей, шум, все, он умеет абстрагироваться, переключиться только на противника, он умеет видеть перед собой противника, который реально хочет побеждать, не хочет помогать вам, как это делается, когда в традиционных школах отрабатываются кихоны, понкуметы и что-то еще, где ваш оппонент, он представляет удобный манекен для того, чтобы подрабатывать с ним какую-нибудь сам ситуацию, три удара, три блока, контратака, понимаете, да, здесь будет противник, который не помогать собрался вам, а собрался реально мешать и противодействовать, прямо реально, причем действовать он будет не так, как вы хотите, это все равно, что вот когда между собой соревнования проводятся, там определенные там это каратеки какого-то направления, это все равно, что человеку дать шпагу и другому шпагу искать, выяснять отношения, вот так вот, и те, и те фехтовальщики, ну а другой скажет, нет, друзья, я вот не только шпагой еще буду драться, а у меня еще в другой руке клинок будет, а еще я буду бить ногами, а еще я, там предположим, у меня кнут в другой руке будет, понимаете, это вот так вот выглядит, когда появляется противник, который кроме того, что он там умеет бить, еще умеет и хорошо бороться, например, или скажет, а вот давайте у нас такая ситуация, что мы будем только на коне, а нет, не только на коне, а вот я на коне, а ты на земле, а вот давай мы еще такую ситуацию сделаем, что мы оба сидим на стульях или вообще лежим на земле, все, но может такая быть ситуация, почему вы взяли, что вы всегда на двух ногах будете находиться, да куча вариантов, когда вы не будете на двух ногах находиться, вы так любите представлять реальные ситуации, мне часто говорят, реальные ситуации, каратэ там традиционно было рассчитано на то, чтобы в реальной, ну представьте реальную ситуацию, вот я вам говорю, сейчас вы мне сами скажете, что ой, это нереально, это гипотетическое, ну вот, она реальная, вы лежите, спите, и вдруг чувствуете, что вас хватают за руки и за ноги два человека и наваливаются сверху на вас, или там один человек, и вы в стойку не можете вскочить, понимаете, все, а еще представьте, что это борец, о, вот так вот сразу, борец, и он сразу в своей позиции уже в партере, а вы нет, вы только в стойке работать умеете, ну и все, хана, ой, ребят, как, вот, вы непробиваемы, конечно, я это понимаю, я говорю, вот, потому что просто не получали никогда по щам, нет, понимаете, какая штука, многие из вас самедовали по щам на улице, сам и другим, но сами никогда не получали, предположим, от того, кто классом выше, и из другого направления желательно, вот, я очень прямо желаю, ну, чтобы это, конечно, без травм больших это произошло, любому из ударников, занимающихся каратэ, просто, ну вот, где-то, пусть даже на татами, а лучше, конечно, на улице, встретиться с борцом вольного стиля, ой, у вас мировоззрение поменяется, блин, вы просто офигеете, когда на вас попрет буром человек в ноги, который умеет так быстро это делать, как вы умеете гиакуцки бить, точно так же, который за спиной у вас окажется в долю секунды, если вы замешкаетесь, а так как вы себе не представляете, как он действует, то, что вы его, блин, из вида потеряете, и он окажется за спиной у вас, это гарантия почти 100%, а если это еще будет какой-нибудь подъезд, где вы не можете хотя бы там отпрыгнуть быстро назад, ну все, и хана вам, он просто вам голову в жопу засунет, ну, в узел завяжет и голову в жопу всунет, и на этом все закончится, а вот если вы, предположим, каратека хороший, и отлично представляете себе, что может сделать сам борец в стиле вольного, и сами боретесь периодически, и знаете, вот шансы ваши на противостояние будут намного выше, потому что у него так быстро с вами расправиться не получится, а если у вас появится хоть немножко времени, вот вы тут и начнете в глаза пальцы засовывать, кадыки вырывать, и там, хвататься за яйца, если у вас получится выгоды для этого немножко времени, а если вам сломают сразу руку или ногу, или тут же задушат, потому что вы не понимаете, что делать, то и шансы применить ваши какие-то техники, даже пусть самые классные там, ортодоксальные, никогда не получится, все, салют, жду ваших комментариев, это видео выйдет на лайв-ченел на ютубе, на канале на моем, до встречи, всем пока, кстати, по скриптам, не обижайтесь на меня, друзья мои, я ваше мнение читаю, выслушиваю, и все такое прочее, у меня есть тоже свое мнение, знаете, отличная точка зрения от вашей, или вашей, от моей, вовсе не повод, чтобы нам стать противниками в жизни, мы оппоненты в понимании концепции боевых искусств, ну и что, у каждого может быть свое понимание, понимаете, вот, я отстаиваю свою точку зрения, вы свою, я вам еще раз говорю, не надо пытаться призывать, предположим, конкретно к ответу меня, я вам сразу скажу, я не самый лучший боец, я иллюзии не питаю, понимаете, да, больно стукнуть могу, все такое прочее, но я не лучший боец, я говорю, более того, я уже не в том возрасте, когда мне там это хочется, каждому там, пацаненку 20-летнему, когда говорит, доказывать, а давайте вот, я готов провести с вами поединок по любым правилам, друзья, если только, понимаете, вот, зачем, мне это, я могу травму получить, и вы можете травму получить, но она быстро заживет, а у меня долго, и у меня очень активная жизнь, мне травмы нафиг не нужны, у меня их и так, вот, выше крыши, и у вас еще они когда-то, с вами это будут, понимаете, мне это не нужно, а вот, есть люди, которые готовы с вами это все проверить, в спортивном поединке, есть ребят, которые занимаются в секциях, в клубах, борьбой, там все, или на соревнованиях, выходите на соревнования, вот и проверьте там все, вы сразу все быстро поймете, понимаете, не надо, как в свое время сказал Реграсс Тайсон, когда сказали ему, а вот давайте проведем дебаты, вас с каким-то там, там, человеком, пусть он вам докажет, там, что Бог есть, а Тайсон, он сказал, так атеист, но он сказал, понимаете, мне не нужны эти дебаты, я не хочу ставить истину, ну, как он ее считает, на самом деле, истину, в зависимости от того, насколько лучше умеет болтать мой, скажем так, компонент, понимаете, поэтому, если вы хотите опровергнуть мою точку зрения, мою точку зрения, это не значит, что я вам оппонировать должен в ринге, мне этого хватает вот так, у меня каждый день идут спарринги товарищеские, самые спортивные, в клубе, где у меня занимаются самые разные ребята, понимаете, идея, ну, мне, мне хватает, более чем, я свою точку зрения для себя подтвердил, я в ней убедился, понимаете, я проверил, я позанимался с самыми разными людьми, и боксом, и борьбой, и каратэ, и все, причем, всем я занимаюсь долго, не то, что я там попробовал там месяцок, попробовал там месяцок, я каратэ занимаюсь больше 30 лет, боксом еще больше, борьбой, не знаю, лет уж 10, наверное, джиу-джитсу, больше, наверное, ммм лет 5, вот так вот, видите, имею представление, и имею право на эту тему саморассуждать, имея во всех этих видах, видах, кроме бокса, и какие-то самодостижения, в том числе и в спорте, понимаете, вот в боксе, как это ни странно, дольше всего занимаюсь, а вот никакого разряда у меня боксерского нету, вот так получилось, да, к сожалению, очень жалею об этом, вот так, друзья, а вот, все проверить, что я хотел, я проверил, и с борцами, и с боксерами, и со всеми, и вы тоже попробуйте, ну просто попробуйте, и вы все поймете, можете надеть экипировку, понимаете, хотите доказать борцу, что вы ухватите его за яйца, вольнику, например, все просто, вольник себе надевает бандаж, о, какой я придумал интересный тест, потому что, конечно, когда тронуться до яек, вы, может, сможете ему, надо надеть такой бандаж, в который положить, предположим, какие-то, ну не знаю, пластиковые фигнюшки, например, от киндер-сюрприза, и вот, он будет с вами бороться, а вы будете ему в борьбе оказывать самосопротивление, хватаясь за эти импровизированные яйца, а в них надо налить какую-то краску, или поместить шарики от пинбола в такую капсулу, вот, если вы сможете захватиться и раздавить руками это дело, и потом это будет видно, что она там в окраске перепачкалась, можно будет говорить о том, что вы там человеку действительно повредили там яйца там, и вы реально побеждаете, ну это просто проверить, да, вот такой проведите тест, посмотрим, что у вас получится, знаете, мне кажется, что ни хрена у вас не получится, ладно, все, пока, не получится, 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 не получится,